всем привет накануне нового года вы включили ходячие репортеры но сегодня мы сидячие репортеры с вами антон и данила данила привет я надеюсь вы уже делаете салатики что-то все уже готовы отмечать же все порезали оливье залили селедку шубой и готовятся посмотреть наш последний в этом году ролик вообще мы здесь собрались чтобы подвести итоги года может быть найти какие-то позитивные моменты хотя я думаю это будет непростая задача в этом году да но этот год был действительно сложный непростой но как советуют психологи не надо заострять на негативе и погружать себя еще больше поэтому да постараемся все-таки найти плюсы подвести эти итоги не совсем уж чтобы уйти в минусы депрессию а давайте-ка вспомним вообще как начинался этот год вот для нас данил как с тобой начинался 2022 год мы были в новогоднюю ночь на плавучем отеле отмечали новый год вот как это было да эти сумасшедшие вообще фанфары напоминал музыку из игры аладдин на дэнди на себе я поздравляю с новым годом особенно тех кто смотрел из этот год наш канал когда мы записывали вот это поздравление для вас мы даже не могли предположить чем мы закончили этот год в общем то каждый год что что-то новое приносит не настолько новое за чтобы настолько что кардинально изменилось и вообще теперь не очень понятно куда все это движется и когда это закончится поэтому наверное мы должны жить в современных реалиях какой сейчас есть значит все таки стоит конечно же это принять и надо признать что идет и чтобы излечиться нужно сначала принять вот если ты алкоголик например ты должен признать что ты алкоголик и тогда начать лечение мы признаем что происходит и можем по итогам независимого российского конкурса слова года подвести некоторые итоги главных слов 2022 первое естественно существительное на первом месте на втором месте мы вот такие у нас слова главные года неудивительно не то чтобы хотелось конечно от 22 года но такие уж они есть что-то не раздумаешь правда правда главные слова это на твой взгляд или нет мое главное слово этого года это курва собственно и всех предыдущих годов смотрите польские ролики они всегда прекрасны поднимают настроение опа кульба язык первый раз повидел я за сотый курва есть поляки нашли идеальный рецепт если ты говоришь слова курва в ролике этот ролик заведомо крутой прикольный да это это просто кладезь кладезь хорошим настроением ролики на польском если вы еще не открыли для себя это срочно бегом на все платформы смотрите ролики на польском да там есть коток бобер курва прелести этого что можно и без перевода половину слов понять и так хочу речь идет например есть ролик про бобра у нас выражение года есть это сло так называемая специальная военная операция что это такое эту фразу я так понимаю можно произносить она официальная ну и у нас есть кстати цвет года она если кто не знает каждый год понтон законодатель моды цвета выбирает за оттеночек и в этот раз это viva magenta вот этот цвет как он выглядит данил как он выглядит в общем выглядит он вот так вот смотрите я бы сказал что это что-то типа граната такой гранатовый в общем ну вы лично мне ну как известно женщины мужчины там воспринимают цвета тоже по-разному поэтому каждому может казаться свое это оттенок красного если так уж говорить короче для мужчин это красный и если говорить о польше и о том что произошло в этом году ну не только о польше но они тоже что теперь то нам визовый режим то все упрощенный йог тютю да вот я этот ролик выпустил где я собирался быстрее получить визу загранпаспорт паспорта я получил но визу туда теперь не поставишь такой визы европейской уже довольно сложно получить особенно шенген вот собственно куда я хотел ездить это как раз финляндия и в финляндию не поехать теперь вот но есть и и приятные моменты да что ты даже по российскому паспорту можешь приехать казахстан в армении беларусь пожалуйста беларусь вообще без паспорта ваш ехать такие до плюсы все-таки это еда которая санкционная вот эти сырые вот эти отвратительные вот эти их финские сырые ужасные какой-то поганая вот это вот еда вся их неужели можно как-то его получить икра вот это вот уже отвратительнейшая вот эта икра финская из this as fish this as fish вот это вот фу все-таки тот кто ищет способы купить это все она конечно стала дороже да намного причем иногда даже в два раза так данил это контрабанда или это параллельный импорт русский человек и так понимаю может достать все что угодно если есть необходимость вот но к сожалению это все дорого стоит сейчас вот есть пожалуйста это вот это вот невкусная вот это вот икра ужасная вот это this as fish так вот ее можно тоже достать во первых есть до сих пор сохранились эти магазины которые называются финские товары это вот в питере кто был здесь знают что есть таких множество магазинчиков буквально в каждом районе где продают финские товары это я так понимаю ездит какие-то бабули которым делать заняться нечем вот они так зарабатывают прибавку к пенсии через границу до ездят и в рюкзаках и тележечках вот этих на колесиках возят вот такие продукты нам вот эту банку икры я достал конкретно на авито то есть буквально вот у каждого тут рядом с домом вы можете найти человека который занимается продажей этой икры вот такая икра особенно сейчас к новому году конечно цены подзлетели стоит 2000 я купил за 2050 рублей 400 граммов икра форели собственно а вот и те самые сары санкционные у вас и рык круто я помню этот вкус когда еще было можно финку ездить вот именно что мы могли раньше и попутешествовать вот эти милые приятные городки очень английское слово каузи описывает вот это идеально это эти места каузи вот уютный при приятные милые городки где просто было с удовольствием просто даже находиться и ты понимал что вот это вот заграница это европа мы с данилом ездили вот здесь сверху сейчас будет ссылочка на ролик и это поездка раньше стоила 1000 рублей то есть за 1000 рублей мог съездить на день туда из за полбанки икры можно было съездить мог накупить и целый пакет хорошей вкусной еды и товаров каких-то там ходе шелдер 100 нормального но надо признать что их одно шоу даст принципе сейчас тоже здесь продается у час не российский стал он уже румынский ну и из минусов да это закрытие многих магазинов уход брендов компаний крупных бизнесов из страны то есть параллельный импорт из-за чего вот это настроили из-за того что теперь в россии напрямую кто у нас самая большая потеря дамил для тебя кто ушел для многих самая большая утеря конечно же это вот кока-кола это для меня но тут тоже все не так однозначно потому что смотрите вот кока-кола я купил ее вот у нас в ароматном мире там ну обычный там алко магазин и там продавая продается вот тут смотрите ни одного слова по-русски тут есть это наклейка вот тут на русском написано да но это азербайджанская кола вот тут все по-азербайджански написано и это действительно другое вот я собственно на новый год затарился в принципе вот эта вот бутылочка по 100 рублей каждая бутылка то есть литр стоит примерно там 98 рублей ну чуть дороже но не критично чуть дороже да это же также побочный эффект появился что в этом году буквально каждая компания которая как-то относится к напиткам она стала делать колу ну да да какие-то алкогольные компании также компании которые раньше никогда в жизни не делали колу там они сейчас все побывали настали этих кол просто в них не разобраться это просто огромное количество надо сказать что в большинстве своем это пародия все таки то есть они не могут приблизиться к оригиналу и что меня печалит я любил ванильную колу я не знаю почему раньше я не выпускали потому что это мне кажется то есть это и так концентрация сахара кола а тут еще добавили ваниль туда это просто сахарная кома углеводная но вот за ванильную колу пока никто не принялся к сожалению раньше был недостаток потому что когда первое время невозможно невозможно было найти диетическую колу то есть которая без сахара zero так называемая и сейчас уже появилась да вот несколько месяцев уже появились и есть на прилавке различные варианты без сахара колы royal cola cool cola господи столько названий разных в общем все сейчас более-менее есть главная утрата конечно же вот лично для меня самая большая утрата это магазин икея вот икеи теперь нет я еще кстати успел когда вот она скрывалась ну там как-то чуть-чуть под затопились я успел еще туда приехать и уже после закрытия мы забирали то есть когда магазины работали только на выдачу вот можно да даже глянуть немного пару кадров приехали туда и забирали чуть-чуть чуть-чуть на заказывали что оставалось на складе у них но теперь все равно можно купить да какие-то около киевские товары во первых остатки икея сейчас распродаются на яндекс маркете есть конечно же потом также вы можете на авито найти у кого-то кто успел и других распродажах что-то там остатков найти до закупились и потом распродаются на авито да вот эти вот барыги с авито ужасные в общем они все тоже распродаются принципе какие-то вещи действительно можно найти почти все может быть даже но это все будет длиться до кого-то момента пока не найдут какие-то альтернативные еще поставки не знаю как это скоро случится в общем все равно пока что то есть но было же прием в чем было как раз плюс этой икеи в том что когда ты приходил туда ты видел вот эту вот богатую жизнь вот это вот идеальные вот эти вот выставочные комнаты вот эти вот все это богатство насыщенность вот это все ты понимал что-то в квартире не так у меня блин старые советские обои там какой-то кошмар ты оказывался в швеции да ты здесь оказывался в швеции ты понимал что вот вот она все и она тебе доступна и ты мог зайти там ходить часами там спать лежать где-то и покушать фрикадельки поесть мог брусничным соусом еда все то есть это было идеальное место не многие даже ездили отдыхать в выходные просто туда потому что там лучше чем дома вы что поделать импортозамещать будем школьники будут на уроках труда делать вот подобные похожие вещи а табуретки будут делать они же сейчас что там для армии производят школьники вот пускай лучше табуретки сделать ну ладно окей но я с удовольствием в школе делал табуретки для икеи мы из кусачков металла делали бирки для для местной гардеробной а в нас кидался трудовик киянками со всех кто плохо себя вел нет дети дети могут довести это сто процентов это 200 процентов ну да они просто они пробуют эту жизнь они они вот находят вот эти вот грани пытаются найти да вот максимально подойти близко грани вот недозволенного они пощупывают жизнь так познается жизнь в общем дальше что у нас давай дальше какие еще хорошие моменты вот и для себя что для тебя какой хороший момент увеличился туризм внешне мне кажется правда мне говорят насколько то там около миллиона человек поехала куда-то из россии все кто когда-то задумывался о переезде у них в этом году появилась такая возможность форс даже два раза появилась сначала в начале в конце февраля начале марта потом в конце сентября если раньше их что-то останавливало то в этом году уже ничего не останавливает бишь как молодцы правительство стимулировало и внутренний туризм но прежде всего внешне внутренний кстати чуть-чуть вырос на 10 процентов по сравнению с прошлым годом но так как прошлый год это был коронавирусные ограничительные он не показатель потому что в девятнадцатом году когда все границы были открыты ты можно было ехать куда угодно около 65 миллионов внутренних туристов было а в этом году 61 всего из этого собственно исследует два следующих пункта это во первых победа над коронавирусом который состоялась буквально за один день да да это все помнят этот день хорошо когда все забыли про коронавирус что он существовал помните что был такой еще или нет уже уже забыли наверное ну и второй момент я думаю который положительный для нашего канала именно что в этом году мы преодолели отметку в 1000 подписчиков и у нас должна была включиться монетизация и мы должны были получать денежки бабло какую-нибудь копеечку хотя бы мы столько к этому шли наконец-то пришли но не во время как оказалось видимо таков путь это как мандалорцы ну да таков путь мы не то что вы делали это чтобы получать только денежку и сразу остановились после того как youtube отрубил монетизацию ни в коем случае нас еще очень много в закромах гигабайт и терабайт и материалов да мы кстати ищем монтажера который за недорого готов монтировать нам ролики потому что мы не успеваем не справляемся пишите нам на почту в следующем году в планах у нас увеличить количество подписчиков в разы вдвое удвоить 5 за летку удвоить утроить показатели ну кстати да спасибо вам всем кто подписывается уже сейчас уже больше полутора тысяч подписчиков полторы тысячи это как он большой дом в кудрово а может на несколько домов мы вас всех очень любим очень ценим просто вы самые самые супер а просмотров у нас всего как такой уже средний город у нас больше 300 тысяч просмотров на канале представляешь это не может не радовать я думаю перспективы следующие следующего года должны быть хорошими она очень надеюсь что будет следующий год очень хорошим и нас ждут только радостные события а радостного уже давно не было поэтому мы пора бы уже чего-то положительному случится чтобы я в следующем году запустил большой фейерверк я куплю фейерверк и запущу его в одном случае потом узнаете к на канале увидите если что-то случится хорошее снимем отдельный ролик про это событие давали там поздравление куда хотел у нас говорят есть да у нас есть одно из кстати положительных что мы не можем не отметить и заканчивая этот ролик что нейросети просто огромный прыжок совершили за последнее время и мы воспользовались услугами одной из них чат gpd мы попросили ее поздравить наших подписчиков с наступающим новым годом и вот что она рассказала нам дорогие зрители мы хотим выразить вам свои наилучшие пожелания на следующий год желаем чтобы все ваши мечты и цели стали реальностью чтобы в вашей жизни произошло множество приятных событий и незабываемых моментов надеемся что в следующем году мы продолжим развивать наш канал и создавать интересный и полезный контент для вас будем рады вашим комментариям и пожеланиям чтобы сделать наш канал еще лучше желаем вам здоровья счастья успеха и благополучия в новом году с наступающим новым годом это поздравление вам написала нейросеть от нашего имени а мы в свою очередь тоже хотим пожелать всего хорошего не концентрироваться на негативе ждать и притягивать положительные события ну и не унывать естественно не смотреть наш канал мы вам в этом поможем всегда главное не останавливаться и продолжать жить в любых ситуациях какие бы ни происходили потому что ваша жизнь она только один раз и вы не сможете второй раз ее прожить вам нужно исходить все равно всегда из данных вот какие есть данные вот из них нужно исходить и дальше делать все чтобы ваша жизнь становилась только лучше и позитивнее искать всегда позитивные моменты я считаю говорю как будто бы я знаю как это делается но очень тоже пытаясь найти положительные моменты всегда мы стараемся смотрите наш канал главное потому что здесь мы шутим для вас стараемся сделать чтобы вы улыбнулись юмор стиле фанк ну да всего наилучшего с наступающим будем держать кулачки чтобы все дальше только вверх шло вниз уже как будто бы некуда катиться всегда кризисное время это самое лучшее время для развития для шага быстрого роста ну дальше только вверх да будем надеяться это все сбудется поздравляем еще раз смотрите друзья с новым городом на моем городе